АПЛОДИСМЕНТЫ Вы нашли время, чтобы прийти к нам, и не с пустыми руками. Вы застигли меня врасплох. Кстати, вино как-то называется лянина. Да. Это вино с ваших виноградников? Да. Много у вас виноградников? Да. Гектары, гектары, гектары. Да, мы давно с супругом производим вино, но вот сейчас стали уже на экспорт продавать. И вот первый раз появилась вот с моим именем лянина. Очень красиво. Из какого сорта? Это здесь несколько. Каберне-совиньон, Каберне-франк и Мальбек. Да, это все французские, как сказать, грейпс-сажницы, которые мы привезли, посадили в Грузии. Вот они дали нам плоды. Что же вы меня не предупредили? Где же штопор, а? Где же... Я надеюсь, что когда у вас будет хорошее настроение, может быть, завтра после спектакля, вы откроете бутылку и вспомните меня. Точно вас не забуду. Тогда я спрячу на всякий случай. Знаете, не каждому великая балерина приносит вино со своих виноградников. Но вернемся к вашему спектаклю. Расскажите нам, пожалуйста, об этом необычном спектакле, который мы все здесь увидим в Киеве завтра. Вы знаете, мне очень радостно, что у меня есть возможность танцевать такой прекрасный спектакль, как и «Бая Дерка». Потому что у вас только что была премьера. Это постановки в редакции Натальи Макаровой. Это очень известная и редакция по всему миру. Я эту редакцию танцевала в свое время в Американском балетном театре, в Метрополитен, на Метрополитен-опера. Вместе с АБТ. И я считаю, что очень интересная редакция этого балета. И Наталья Макарова сумела сохранить тот шедевр Петипа, который есть в этом балете. И в то же время сделать третий акт именно по записи Петипа-мемуарам, которые он хотел, чтобы этот замок по-настоящему рушился. Что это происходит все в храме. И что любовь, которая была между двумя молодыми людьми, и что было клятво, раз это разрушилось, то от этого произошла трагедия. Вы уже не первый раз в Киеве, и это не первый ваш спектакль, не первая ваша постановка здесь. Вам нравится выступать в Киеве? Это, знаете, вот так случилось, что за 30 лет моей творческой карьеры, как профессиональной балерины, ну вот меня не заносило в Киев. В Донецке, да, на фестивале танцевала у Вадима Писарева, мы с ним друзья. А вот в Киев как-то никак не получалось. И вот когда пришел Денис Матвенко руководить труппой, вот это был первый проект, это были Дни Грузии, я привозила труппу тбилистскую. Потом вот мы лебедины танцевали, сейчас я третий раз, это байдерка. И я очень счастлива, что такая вот творческая встреча у нас состояла с таким молодым прекрасным танцовщиком, очень талантливым человеком. Он действительно востребован везде, и я понимаю, почему балерины любят с ним танцевать, потому что он действительно очень хороший кавалер, очень внимательный, очень вежливый, и это очень ценно. Мы были на репетиции и записали фрагмент репетиции, и я предлагаю посмотреть на этот фрагмент. Когда есть профессиональные люди, есть такой профессиональный партнер, как Денис. Он действительно замечательный партнер, мы с ним уже вот несколько раз встречались, мы танцевали здесь, в Киеве Лебединое, в Японии на гастроли он со мной ездил. Он, вы знаете, как говорим, удобные руки. Вот для нас очень важно, когда наш кавалер, наш партнер имеет удобные руки. Ну вы легкая, как пушинка, ему приятно. Ну не скажите не легкая, ну давайте поднимите меня, ну-ка попробуйте, давайте, да, ну-ка давайте поднимите меня, давайте. Пушинку, поднимите, ну-ка попробуйте. Я волнуюсь, а за какую часть? Не волнуйтесь, за талию поднимите, да, давайте, давай. Раз-два, собрались. Раз-два, три. Ой, изв 안ите. Только так могу. Но на самом деле даже любую самую маленькую балерину не так легко поднять, потому что это все-таки человек весит. Не могу поверить, что вы уже 30 лет на сцене. Я сама не могу поверить. Как вам удается сохранять вот эту молодость, артистизм, оптимизм, форму? Ну я просто молодая мама. Я не имею права по-другому. Почему молодая мама? Сколько? Мне ребенку 7 лет, поэтому... Что вы говорите? Вот весь ответ. Да, это прекрасно, потому что представить это тоже невозможно, что вы молодая мама, фактически, ну, према-балерина мировая, и выглядите как будто вот только-только вышли на сцену, а не 30 лет. По-настоящему мне тоже так кажется, что ну максимум я 10 лет танцую, не больше на сцене. Время летит. Особенно время артиста балета. Это действительно мимолетное. Хотя я до 30 лет на сцене, но действительно мимолетная профессия. Поэтому как-то так вот удержаться, это очень трудно, очень трудно. Вы в Тбилиси руководите уже много лет труппой Тбилисского театра оперы и балета. Вот сейчас в Грузии поменялась власть. Вы опасаетесь, что как-то это отразится на вашей жизни и работе? Нет, я вообще ничем не опасаюсь. Не опасаюсь в том плане, что я как и была Нина, и она не Ашвили, уже составящаяся балерина, и я такая останусь. Но просто, понимаете, искусство должно быть вне политики, я так считаю. Просто политика, хочешь не хочешь, каждого человека касается. Просто как бы из-за стиля жизни, да, допустим, если что-то меняется, может ухудшиться стиль жизни. Но вообще я считаю, что искусство должно быть вне политики. Искусство должно поддерживаться государством, если государство хочет иметь страну на высокой уровень. И я очень надеюсь, что наше новое правительство, которое там может быть будет и есть, это понимает и ничего не сделает против искусства. У нас в студии была великая балерина Нино Ананиашвили, которая завтра будет исполнять главную партию в прекрасном спектакле «Боядерка». Если вы еще не успели купить билет, то обязательно постарайтесь завтра, может быть, контрамарка вам еще достанется. Спасибо вам большое, Нино, и простите меня за, может быть, какую-то такую фривольность, но я не мог не удержаться. Мне хотелось почувствовать себя тоже солистом какого-нибудь балета. Удачи вам, я хочу вас поздравить с ремьерами. И пожелать новых ролей и творческих побед. Спасибо огромное. Спасибо вам большое.